Девушки отдыхают Пальфончик возьми Под курточку продевай Добрый день Добрый Вы меня узнаете? Я вас вообще не вижу Хорошо, мы с вами общались однажды в Иркутске Честно говоря, не помню Хорошо, вместе с вашим товарищем Никитой Ну пусть будет так Ну так действительно и есть Артем, вопрос вот такой Вы отчетливо хорошо помните, когда состоялся приговор В чем вас обвиняли и какого срока вас пригвозили? 2 апреля 13-го года был приговор Обвинили в 6 убийствах, 8 покушениях И приговорили к ПЛС Что такое ПЛС? Пожизненное лишение свободы Вы согласны с приговором? Нет Почему? Ну я должен кое-что объяснить Ради Бога Дело в том, что получилась чудовищная ошибка Ошибка в чем? Ошибка в том, что у следователя в компьютере что-то перепуталось Так Вот и мои данные внесли в чужой обвинительный акт То есть фамилию, имя, отчество, год рождения Артем Александрович Это вы? Да А в какой обвинительный акт внесли ваши данные? В обвинительный акт другого человека Это кого? Я не знаю его Я абсолютно серьезно говорю Я, честно говоря, не очень понял Ну а что здесь непонятного? Следователи, они же как бухгалтера Да Работают за компьютером Да Случаются ошибки? Случаются, конечно Случилось И со мной То есть те 6 убийств И сколько покушений, я не помню В которых вас обвиняли Да И сколько покушений? 8 И 8 покушений на убийств Вы этого не совершили? Нет Хорошо Наверное, вы не знаете, кто такой Никита? Никита Лыб? Знаю Кто это? Это мой друг А где он сейчас? В тюрьме Так же, как и я Почему? Потому что он тоже кого-то Не кого-то, вернее У нас 159-ая статья вообще Что такое 159-ая статья? Мошенничество То есть вы мошенники? Да Да А в чем вы, собственно Какое мошенничество вы совершали? Скажите, пожалуйста Это секрет Это секрет для кого? Для вас, для меня Или для следствия Для кого это секрет? Для вас Для меня, хорошо Хорошо, то есть вы совершали мошенничество На территории Города Иркутска Города Иркутска Вместе со своим другом Да Никитой Лыбкиным Да Да А вас обвинили в 6 убийствах И в 8 покушениях на убийство Да Ошибка на компьютере Понятно Скажите, пожалуйста, а все, что касается Видео, которое было приобщено к уголовному делу Где вы вместе с вашим другом А вы там меня увидели? На видео вы меня увидели? Наверное, нет Наверное, нет А вы о каком видео говорите? Я говорю о видео, где отрезали ухо Живой женщине Ого Серьезно? Серьезно Еще живой женщине А потом ее убили И? Я-то здесь при чем? Это были не вы Но меня же не было на этом видео Понятно Вы на приговоре были вместе с вашим другом? Да Он такого же мнения, как и вы? Я затрудняюсь сказать, какого он мнения Он вообще на суде творил, что хотел В каком смысле, что хотел? Ну, захотел, поменял показания Захотел, обратно поменял Ну, вот так Ему захотелось, чтобы возобновилось судебное следствие Он поменял позицию Согласно этой позиции, я оказался Не причастен к каким-то измененных эпизодов Ну, соответственно, следствие надо возобновлять Потому что Второй обвиняемый по делу Заявил об обстоятельствах Которые, как бы это сказать-то Смягчают мою вину В том, что меня инкриминировали Суть, а как вашу вину можно смягчить, если вы этого не совершали, а вы говорите, что вы мошенник? Ну, согласно обвинительному заключению, уже я как будто бы виновен, как будто бы причастен Ну А вы хорошо помните Академгородок? Да А вот ту горку, где мальчика убили, Данилу, помните? Нет То есть вы даже не знаете, о чем идет речь Ну, почему? Я знаю, о чем идет речь Ходили слухи, что разбился мальчик на Снегокате А потом его убили ножом Что значит потом? Ну, после того, как мальчик После того, как он разбился на Снегокате, его еще убили Не так все было? Или, может быть, его просто убили? Да откуда я знаю, как все было? Вы мне про кого-то мальчика говорите Ясно А женщина-профессор по фамилии Пирог, помните такую? Помню А что случилось? Я видел в интернете То есть ничего и никак? Никак Слушайте, а почему бы вам тогда не написать явку с повинной о мошенничестве? Например, вы мошенник А зачем? Это все давно в прошлом А в настоящем? А что в настоящем? В настоящем я сижу в тюрьме Я так понимаю, ни за что, как вы считаете? Ну, практически Я мог бы получить какой-то срок за то, что я реально совершил То есть за мошенничество А получил за 6 убийств и 8 покушений Целое ПЖ А убийств сколько было? Не 6? Откуда я знаю, сколько убийств? Меньше? Откуда я это могу знать? Вообще не знаете? Вообще не знаю Слушайте, а вот несмотря на это Даже если ваша точка зрения на 100% верна Если вы не совершали ни одного убийства Несмотря на это и вы оказались здесь Может быть стоит сейчас попросить у кого-то прощения? Даже если это не вы Но вы же сейчас здесь Конечно, я прошу прощения у своих потерпевших С которыми я поступил мошеннически Они знают, о чем идет речь? Ну, наверное, догадываются Вы предлагаете мне имена, фамилии, отчество назвать? Ну, а почему бы нет? Нет Нет, значит нет Я сомневаюсь, что этим людям нужна какая-то слава Да, слушайте, какой неожиданный поворот в вашем деле Как это понять неожиданно? Слушайте, ну, вы уж простите, вас когда-то называли вас И вашего другу Никиту Вы же знаете, называли иркутскими молоточниками Помните? Маньяками из академгородка Помню такое Но ведь, если это не так, ну, это же противно, по крайней мере Ну, естественно Получается, на вас повесили огромное количество людских жизней Можно и так сказать, что повесили Да? Да Ну, вы же говорили другие вещи о наследстве Какие? Нет, этого не было Ну, какие я вещи говорил о наследстве? Ну, вы в чем-то признавались? Вы про проверки показаний на месте? Да Так я просто неплохой актер Моя мечта детства – это ГИТИС Ух ты, все А это вот выучить эти показания, все показать на улице Это вообще ничего не стоит Я еще раз, давайте Ваша мечта это ГИТИС была? Да Ну-ка, скажите еще раз, чтобы я правильно понял Моя мечта – ГИТИС Я плохо слышу, я теперь хорошо слышу Ваша мечта – это ГИТИС И проверки показаний на месте – это ваша актерская игра? Ну, можно и так сказать А зачем вам это нужно было? Актерская игра ценой в жизнь? Ну, извините, я не хотел, чтобы у меня в СИЗО все обстояло еще хуже, чем обстояло Приходилось играть, как будто вас это удивляет Вы имеете в виду в Иркутске СИЗО? Да Ну, там же расследование шло Ну, честно говоря, меня удивляет Вас, может, удивляет еще поведение, когда мы с вами общались в Иркутске? Мое поведение Ну, вы же говорите, что не помните, а теперь вспомнили Вспомнил А так ли это важно, помню я вас или нет? Да нет, на самом деле, мне вообще не важно Мне вот в данный момент вообще не важно Помните вы меня или нет? Угу Вот, но поведение у вас было другим И вы рассказывали совсем иные вещи Так я был под чем-то Под чем вы были? Ну, мы со следователем отметили мой день рождения Ну, что? Вы же помните, что это было 4 октября Ну, число я не помню точно, но, возможно, возможно, вы и правы Вот так Ну, такое бывает Ну, Никита с вами тоже отмечал, получается, день рождения? Никита нет Нет, ну, он говорил те же самые вещи А вы объясняли, что, в общем-то, вы были ведомым и во всем виноват Никита Вы тогда пытались спихнуть, в общем-то, все на него Да мало ли, что я тогда говорил Ну, действительно А сейчас совсем иначе Сейчас совсем иначе Ну, для меня было все равно Но, как-то вот так получалось, что Жертв всегда выбирал мой подельник Никита Я не маньяк Вот я не маньяк Я убийца, но не маньяк Маньяки, это вот такие вот Которые вот там за стеной стоит Которые уши режут Никита? Да Ну, вот он достал из кармана молоток Вот этот молоток Форма похожа? Да Вот видите Вот так, например, руками взял Иначе так Ударит Сколько он дарит? Примерно, наверное, ударов 5 нанос И далее Уткин продолженный наносить удар Сколько он дарит? Ну так, что примерно 3-4 удара Как здесь живется? Сносно Родственники пишут? Родители пишут? Мама пишет? Да Все нормально? Да Посылки Вы можете за меня точно не переживать Хорошо, я не буду переживать за вас А за Уыткина надо переживать? За Никиту? За вашего друга? Это же ваш друг Ну, вы съездите к нему, поинтересуйтесь, как у него дела Там уж посмотрите, переживать за него или нет Где он находится, вы не знаете? Нет Да вам это не интересно, конечно же Почему интересно? Вашей маме пришлось уехать ведь? Вы знаете об этом? Нет? Куда уехать? Там же где и жила А какая разница где она живет? Понятно Ну, слушайте, если бы вы ни в чем не виноваты Ваша мама жила бы там, где она жила Правда? Ну так ее затравили Вы не помните, что средства массовой информации это сообщили? Помню Вы мне сами говорите, что меня обвиняли в 6 убийствах, 8 покушениях Да, да, да Следовательно, какой общественный резонанс мог быть у этого дела? Широкий? Широкий, широкий Я помню женщину, которая осталась жива У которой сейчас пол головы нет Которая сидела и плакала Я тоже ее помню хорошо Знаете, как это ни странно, но на суде у нас все с целыми головами сидели Да? Да Ну, может быть вы не в ту сторону смотрели А в какую надо было смотреть? Ну, надо теперь в будущее смотреть Я про зал судебного заседания говорю Судья называл каждого потерпевшего по фамилии, имени, отчеству Говорит, встаньте, представьтесь Может быть кто-то был в парике, это же женщина Да, их тоже ведь неудобно и стыдно Париком пол головы скрыть? Ну, почему нет? Да я вот и не верю Да? А откуда вы знаете? Вы же мошенник А не убийца При чем здесь мошенник? При чем здесь вот это мошенничество, убийство? Я что, не могу просто не поверить в эту вещь? Можете Что пол головы у человека нет и это невозможно скрыть париком Наверное можете, да Наверное можете Артем, давайте подытожим Я правильно понимаю? Вы считаете, что вы осуждены неверно? Да Да? Вы можете нам сказать, что по вашему мнению приговор неверен И все, что вам именируют, вы этого не совершали? Вы же сейчас уже находитесь на пожизненном лишении свободы Поэтому, несмотря на это, у вас осталось собственное мнение, правильно? Ну да Которое вы придерживаетесь Угу Да? Вы можете нам это сказать? А сказать то что? Ну сказать, что я не виновен в тех 6 убийствах Я недостаточно сказал? Не, недостаточно Я считаю достаточно Ну считаете, значит достаточно Значит достаточно Вообще странный настрой, с которым вы подошли к делу Как странный настрой? Нормальный настрой Хорошо, а какой должен быть? Скажите мне, какой настрой должен быть? Вам меня прекрасно видно, а вот мне почему-то вас не видно Слушайте, ну сейчас выключим свет и вы меня прекрасно видите Здесь дело просто техники Угу Может вы меня психологически так решили настроить? Да боже упаси Мне это вообще не нужно Вас наставили А кому нужно? Да Давно сидит человек, которому обвинили в массе преступления Вот и все А кому это нужно тогда? Ну если вам не нужно Кому это нужно? Угу Наверное, гражданам России Артем, я правильно понимаю, вы ни в чем не раскаиваетесь и вы ничего не совершали из преступлений, которые вам инкриминируют? Я уже все сказал на эту тему И вы себя оговорили? Я на эту тему уже все сказал Я правильно понял, что вы себя оговорили? Я не знаю, правильно ли вы что-то поняли из мной сказанного Ну хорошо Ну хорошо, вы работаете здесь? Нет Почему? Не хотите? Потому что я учусь А где вы учитесь? В филиале В филиале В филиале одного вуза Какого? А вы с какой целью интересуетесь? Просто интересно Потому что я знаю, что вы были студентом медицинского института, если я не ошибаюсь Не ошибаетесь Иркутского, да? Иркутского медицинского? Да, Иркутский государственный медицинский университет Где-то там вот в районе набережной, там где-то Заленина, да? Да А сейчас тоже по медицинской части? Нет А какое вы хотите получить образование? И как вам это дается, ну вот, скажем, находясь в колонии? Какое заочное обучение? Это филология Ну, естественно, это заочное обучение А есть какая-то специализация, если это филологический факультет? Нет Нет? То есть такой общий курс? Да То есть вам это неожиданно стало интересно? Или потому что все-таки медицина и филология Ну, работе очень далеки друг от друга Ну, так что ж теперь? Ну, в общем, да Я человек неограниченный Скажите, по суду у вас были какие-то материальные иски? Какое-то возмещение вы должны кому-то или нет? Да Должны? А кто будет отдавать эти деньги? Так, в общем-то, я и выплачиваю Вы выплачиваете? Ну, а если вы не работаете, из чего вы выплачиваете? Ну, это не важно Почему? Просто интересно Если вы не работаете и не хотите работать Почему? А кто сказал, что я не хочу? Я не знаю, я вас, простите, спрашиваю Ну, я же вам сказал, что я сейчас учусь Да, учусь Ну Вот вы спросили меня, вы не хотите работать? Да Я говорю, я учусь сейчас Я учусь, понятно Ну, хорошо Ну, вы же, собственно, никогда не работали Вы там только успели поучиться, а потом так получилось, что вот теперь вы учитесь здесь Никогда не работали где? Ну, где-то, где-то Хотя вы же где-то работали, да? На воле? Да Работал Работали, а где вы работали? Честно, я просто не помню Я помню, вот все говорили всегда студентом, там, первого курса Ну, я мог работать и в 14, 15, 16 лет Ну, да И что? Подсобным рабочим Ну, всякая мелочевая работа, которая по силе школьнику Зачем вам это нужно было, если здесь на вас сыске, а вы не работаете? Тогда в детстве работали Странная позиция Да, очень странная Конечно странная Мне нельзя выучиться или что? Нужно, не нельзя, нужно, просто обязательно Я рад, что вы со мной согласны Ну, хоть в чем-то, я с вами согласен, учиться надо В остальном не согласны? Артем, поймите же меня правильно Постараюсь Я не могу быть в чем-то с вами согласен или не согласен, есть приговор суда, да, и с которым вы не соглашаетесь, да, вы говорите, это не я, я этого не делал Так Да, и несколько лет назад, когда мы с вами встречались, вы рассказывали другие вещи И сейчас вы мне рассказали про день рождения Я вам сказал, с чем это было связано Ну да, день рождения Ну, масса загадок остается Остается масса загадок Загадок в чем? В моем уголовном деле? В вашем уголовном деле Со временем они будут разгаданы А вы знаете, кто убивал этих женщин? А мне откуда знать-то? Слушайте, а ведь вы с вашим другом, с Никитой Выткиным, насколько я помню, и дружинниками ходили, искали, помните? Я дружинником ходил? Не было такого? Вы это с чего взяли-то вообще? А рассказывали мне А кто вам рассказал? Следователь? Слушайте, наверное, следователь Ну, следователь много чего может рассказать Хорошо, а ты где выучитесь-то? Я вам уже сказал Ну, и где? Филологически сколько чего? Филиала одного неизвестного вуза Неизвестного вуза? МГУ? Почему МГУ? Неизвестный МГУ известный вуз Популярный А неизвестный? А я учусь в вузе неизвестном Непопулярном Непопулярном Ясно Слушайте, а обучение платное? Это не важно Для вас бесплатно Хорошо, всего доброго До свидания Счастливо Я до конца проверю Не проводите Здравствуйте 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 С bent exercises Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на канал ТРАНСП0 Большой О eles клика Hit У